здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания и ее ведущие геннадий прумер и эдуард прумер а перед тем как мы начнем перейдем к теме я ее чуть чуть позже о ней скажу хотел бы порекомендовать вам посмотреть два интервью одно интервью это есть такой блогер автоблогер из россии его зовут диме диме дыч он на youtube канале дал интервью знаменитому уже сейчас знаменитому журналисту юрию дудю о том что в россии происходит очень рекомендую посмотреть это интервью единственное предупреждение в эфире звучит ненормативная лексика поэтому те из нас кто любит речь пушкина достоевского и чехова могут кого-то обидеться а те кто любят русскую речь в полном объеме могут посмотреть и второе интервью это интервью игоря губермана которое он дал дмитрию гордону я это украинский журналист вы не путали посмотрите тоже это же разговор будет частично и о россии тоже вам будет очень и очень интересно сделал послушайте посмотрите сделайте свои выводы ну а сегодняшняя тема передачи касается отношений россии и америки мы обратно возвращаемся к этой теме так как в россии побывал майк помпео приехал и уехал вот кстати по поводу майка помпео очень быстро мне он напоминает такого героя и знаменитого сериала клан сопрано такой человек очень интересный внешне и тоже могу порекомендовать посмотрите на youtube канале его встречу с владимиром путиным особенно когда владимир путин говорил о майк помпео внимательно слушал обратите внимание на лицо майка помпео очень выразительное лицо там все написано даже как говорится не надо читать за строчками и так зачем америки баянгена почему майк помпео все-таки побывал в россии на днях как всем известно российские телевизионные каналы зашлись в экстазе от того что президент сша дональд трамп позвонил путину разговаривал с ним полтора часа они были довольны тем что вот их признали что к ним позвонили что их уважают после этого приехал госсекретарь сша в россию и все говорили вот видите это мы нужны они 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 нас стали уважать и без нас без нас без нас россии ничего в этом мире не происходит как я смотрю на это по-другому абсолютно по-другому в том смысле что когда америке что-то надо она идет туда куда надо она разговаривает с тем с кем надо и когда хочет при выпускник вестпоинта в должности госсекретаря майк помпео я думаю приехал к в российский паханат как я это тоже вижу к кремлевским браткам вот братка и с предложением чтобы они себя вели все-таки нормально и не портили воздух в разных частях света где америка хочет все-таки наладить человеческую жизнь это касается я думаю и венесуэлы в первую очередь очень сложная проблема с ираном украина естественно ну и общие вопросы поэтому он пытался видимо им объяснить как этих сказал на этих переговорах вы можете по лицу помпео все видеть вот а вопрос зачем это нужно трампу ну давайте обсуждать мы можем говорить выдвигаться как ты думаешь ген удалось ли о чем-то хоть приблизительно договориться или все-таки это был приезд ну как бы сказать надо кстати отметить что это первый визит майка помпео в россию и был ли это просто ознакомительный приезд чтобы как говорится лицом к лицу встретиться своим будем выражаться культурно оппонентом да и удалось ли о чем-то договориться или может были нащупаны какие-то вот что говорят на русских вот каналах и чему-то привела эта встреча или все-таки ни к чему она не привела уже вечером вчера на всех каналах российских и сегодня утром они пришли к выводу тому что они о чем ни о чем вообще не договорились потому что желание сша это абсолютно не совпадает с тем как видят эту проблему в россии они сожалели об этом но я думаю что и помпео и трамп были готовы к тому что значит разговор будет такой кстати было видно по министру иностранных дел лаврову что разговор был жесткий помпео человек хоть и занимая дипломатическую должность абсолютно разговаривает не дипломатично он выдает также как и его босс как президент сша там дипломатичность не так много я думаю что русским было тяжело на этих ну хорошо а путину для чего это встреча мог в принципе бы с помпео не и не встречаться мог просто доверить это лаврову мог доверить нарышкин руководитель разведки то есть ему то я зачем это нужно я думаю что это чисто пропагандистский шаг тем более что путин в своей манере опять же опоздал на пару часов заставив госсекретаря ждать но помпео сильный человек поэтому я думаю что вот эти вот банты российского президента это все понятно все спрогнозировано лаврову пришлось тяжело было написано ему пришлось искать людей которые бы в эти три часа были заменили бы эту встречу чтобы дорогой гость не чувствовал себя одиноким потерянным поэтому пришлось подогнать помощника президента россии ушакова и главу разведки нарышкина которые как бы должны были это перед перед тем как мы начнем принимать звонки такой вопрос все-таки если у америки на сегодня и мы потом это послушаем от наших радиослушателей желание налаживать какие-то контакты с россией или это просто такие точные как бы точные мгновения судьбы да для того чтобы просто как бы поговорить о каких-то вопрос решить какие-то вопросы которые в принципе для америки действительно важны или все-таки америка будет двигаться в направлении того чтобы все-таки наладить отношения как экономические кстати так и политические отношения с россией трамп всегда известен тем что он идет и берет он хочет говорить начнем будет говорить и добиваться того что ему конкретно нужно сегодняшний мне кажется сегодняшнем вопросе очень серьезен вопрос венесуэлы и ирана вот это трампу нужно решить он не будет ждать пока с ним захотят говорить он поставит вопрос ребром я думаю и заставит оппонента работать над решением этой проблемы так или иначе хорошо давай напомним телефоны наши нашим радиослушателям 847 4 2 0 5 2 2 0 как вы думаете что вы думаете по этому поводу смотрите также нас на youtube канале пишите свои комментарии на радио нвс и будем рады с вами беседовать еще раз напоминаю телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 нужно ли налаживать отношения россии и америки или по-другому могу даже задать вопрос надо ли налаживать контакты между политическими силами я имею ввиду политиков между россией и америка и к чему это кстати может привести если да да если нет почему нет мы можем вас слушать у нас есть звонки пока нету пока не звонков можно я скажу да пожалуйста пожалуйста смотри вот интересная вещь помпео поехал туда он поехал туда договариваться ну естественно да но вот как вы считаете ребят он поехал туда договаривается или он поехал туда сказать ребятам как они должны себя вести для того чтобы все было нормально и то что сделал путин то что вот считается что они не договорились там лавров это все что это было больше на население россии а за кулисами ответ должен был быть я вас или мы вас услышали вот как я думаю гена высказывал тут свою точку зрения я думаю что во первых надо еще раз повторить о том что помпео приехал после телефонного звонка да кстати надо отметить что трамп сам позвонил путину второе я думаю что помпео приехал с конкретными с конкретными предложениями по определенным по определенным значит проблемам то что вот гена упомянул я думаю что это в первую очередь касалось венесуэлы и конечно проблема ирана это что иран вышел из значит договора о и значит ядерной программы своей ядерной программы а я думаю что помпео славится тем что он во первых он все-таки военный человек да и это очень важно в его характере он получает определенные указания я не думаю что это был приказ я думаю указание это будет гражданской форме более приемлемое словом и он должен это выполнить он передал я думаю более в мирной для трампа все-таки трамп в отличие от конгресса не так настроен к россии агрессивно как допустим конгресс американский да я думаю что там были поставлены определенные вопросы и желание их решить но я думаю что когда я смотрел которые давал вот почему я говорю чтобы наши радиослушатели посмотрели это интервью выражение лица майка помпео было очень очень выразительным а его снимали крупным планом и ничего хорошего на этом лице написано не было то есть насколько я понимаю что беседуя уже с лавровым майк помпео понял что из всего того что он предложил путину ничего выполнено не будет и я думаю что путин где то что то какие то свои наверное условия естественно тоже поставил на которые майк помпео естественно америка идти на них не будет и я думаю что это касалось первую очередь украины потому что для россии это больная тема вот поэтому это как бы такая ознакомительная встреча и все и больше ничего говорите мы вас слушаем пожалуйста добрый день добрый день добрый день давайте мы сначала уточним про венесуэлу да давайте я вам выскажу не свое мнение потому что вы вам его никогда не нравилось оно вам я вам выскажу то что сказали world military review подписчикам которого я являюсь и которые ведут бывшие гадеповцы и пентагоновцы и цирушники так вот венесуэла началась с того когда в китае южную корею японию было доставлено первый шипмент нашей сланцевой нефти она оказалась отвергнута потому что было очень загрязнена было очень много примесей и не металлических включений в особенности сероводорода нужен был очистительный процесс которого еще нет за это время что нам было бы создавалось можно было бы этот маркет просто потерять который трамп такими правдами и неправдами добивался давайте мы к сути проблемы перейдем пожалуйста давайте мы к сути перейдем да вот суть джан болтон джан болтону сразу пришла в голову идея а чего бы нам не взять контроль над венесуэльской нефтью она тоже не сахар густая коэффициент вязкости очень высокий но у нас уже есть процесс ее разжижения и вот тогда и закрутилась эта пропаганда это колесо значит забирает замораживает 35 миллиардов их собственных денег организует кибератаку на их энергетическую систему находит какого-то там самозванца гуайдо и казалось бы давай сейчас все случится только вот военные отказались поддерживать гуайдо после этого джан болтон выходит и вторую свою тезис произносит я прошу прощения мы сейчас секундочку мы сейчас говорим о приезде майка помпео в москву и точнее в россию так они встречали в сочи и проблема я я понимаю о чем вы говорите я не хочу на эту тему пока говорить я понимаю у меня есть свое мнение по этому по этому вопросу конкретно по поводу того есть ли с точки соприкосновения или могут найти москва и вашингтон найти точки соприкосновения все это то о чем мы сегодня говорим у америки спасибо естественно свои интересы как и у россии но дело в том что на сегодняшний день россия залезла на задний двор америки в венесуэлу это всем известно туда присланы 120 военнослужащих америки это не нравится трампу конкретно это действительно не нравится поэтому просят американцы в нормальной пока форме дипломатической просят чтобы россия отошла в сторону и не отсвечивала сильно по этой причине помпео приехал и это предложил как многие об этом говорят то что касается венесуэлы то что вы сейчас говорили у каждой страны есть свои интересы никто с этим не спорит это политика вы хотите сказать что в венесуэле просто рай земной люди живут просто великолепно по моему такого там нету там по моему довольно большая бедность мадора бывший значит водитель автобуса который вдруг благодаря своему бывшему начальнику стал президентом страны знаете а страны должны быть в моем понимании в какой-то степени адекватными политики должны быть адекватными не жить за счет других государств а жить за счет своей экономики венесуэла уже давно не живет за счет своей экономики да и вообще смешно нефтяная страна находится в жесточайшей бедности это вообще как-то не обсуждается давай мы вернемся опять же вопрос почему все таки трамп разговаривает с путиным и зачем ему конкретно это надо в данном случае как ты думаешь ну смотри трамп мы еще раз говорили об этом постоянно говорим еще он прагматик он бизнесмен сейчас уже набравший вес в политике за то время что он находится у власти и какие-то вопросы которые нужно решить он не боится то есть у него нету он не смотрит за спину себе что кто о нем о нем лично скажет я думаю что для трампа интересы страны интересы американского бизнеса интересы в какой-то степени американского истеблишмента намного важнее чем все остальное то есть если нужно будет пойти на какие-то компромиссы определенные у него у трампа тоже есть как бы черта через через которую никогда не переступит но если есть возможность как-то что-то решить он будет решать именно с путиным мы вас слушаем говорите здравствуйте здравствуйте добрый день трампу нужно решить нюклеер вопрос с кндр и нефтяной вопрос винисуэлы и это то что могут быть соприкасаемые точки с россией я извиняюсь а как россия влияет на кндр и китай могут помочь трампу с кореей никто другой не поможет а помпео не сможет договориться его просто выгнали из из кореи ну мы сейчас говорим про россию причем здесь хорошо скажите а как помочь я очень извиняюсь скажите а как россия может помочь с кндр какое влияние на сегодняшний день россия имеет на кндр в каком насколько это сильно чтобы помочь американцам решить проблему нуклеер проблему кндр живет за счет россии и китая не ну китай мы понимаем а россия тут при чем ну приезжал приезжал ким чан ин в россии ни о чем они не договорились уехал он довольно раздраженный все это знают поэтому поэтому я понимаете ваша точка зрения зрение принято спасибо но я думаю что в большей степени два вопроса которые которые интересуют американцев это все таки иран потому что вот в этой области россия еще имеет какое-то влияние и может разговаривать с аятолами с аятолами может разговаривать на равных тут да тут есть это естественно венесуэла потому что венесуэле не может быть вот эта ситуация которая там зависла она должна в ближайшее время как-то разрулиться поэтому я думаю помпео человек который в принципе вот если о нем почитать да и почему я думаю трамп поставил его во главе министерства иностранных дел это человек который умеет решать вопросы умеет решать различные если адекватно к нему значит относятся если его адекватно воспринимают я думаю что он умеет решать проблемы обратите внимание приехал помпео а не болтон болтон человек намного жестче чем помпео поэтому как говорится ну ты же помнишь что болтон болтон уже приезжал и после этого ничего хорошего в отношениях россии и вообще вопрос в том а нужно ли какие-то отношения с россией насколько россия влияет на то на ту или иную страну которая сегодня играет какие-то политические игры насколько влияние даже на иран я бы ну смотри америка волновала и волнует положение израиля правильно то что иран в сирии на сегодняшний день играет не последнюю роль мы все это знаем чтобы иран отодвинуть вот от этих значит или как бы приглушить их действия в сирии и дать возможность израилю спокойно заниматься сирийцами это очень важно россия действительно имеет влияние на да и на сирию вот поэтому тут как говорится россия как бы мы не относились к сегодняшней политике россии к тем кто этой политикой руководят надо признать что россия не на последнем месте при всех ее проблемах при всех ее не очень хороших экономических показателях она все таки остается важным игроком в очень многих вопросах поэтому американцы не могут игнорировать путина и его команду не решая какие-то вопросы ну я как как мне кажется как мне кажется что американцы точечно выбирают те проблемы которые им надо решать и россия единственное просит размен ирана на украину чего абсолютно не будет потому что идет скоро предвыборная кампания польско-украинская община достаточно большая в сша поэтому трамп никогда не пойдет на обмен какие-то уступки маленькие какие-то не посылать оружие ну это возможно но на иран будет все равно давление через россия здесь мне вообще кажется что россия здесь выступает в роли посредника вроде какого-то такого посредника которому обещают какие-то маленькие дивиденды абсолютно небольшие мы сейчас уйдем на рекламу и потом вернемся и продолжим нашу беседу мы возвращаемся в программу политинформания и сегодня говорим о отношении сша и россии есть ли возможность восстановления каких-то отношений такое каламбур такой да и экономических и политических наш телефон 847 4 2 0 5 2 2 0 звоните мы будем рады услышать ваше мнение единственная большая просьба быть интеллигентными и как говорится выражать свое мнение без слов которые прямой эфир уходить не могут также смотрите нас на ютуб канале оставляйте свои пожалуйста комментарии будем всегда рады на nvc на радио значит ждем ваших комментариев и вашего интереса итак ген такой вопрос вот майк помпел побывал в москве как ты думаешь последует ли его приезд не в москве я имею в россии в москву я имею в виду как политический такой аналог плане как ты думаешь будут будет ли еще его заезды такие в россию или пока стоп машина ничего интересного не будет я думаю что вообще сейчас наступит тишина и у американцев есть известные есть санкции как инструмент давления значит они сейчас приехал госсекретарь он сверил с москвой ихней идеи и свои идеи совместных не оказалось если бы хоть что-то было если бы хоть что-то было все каналы россии об этом бы трубили о каких-то договоренностях уступках особенно уступки со стороны америки но так как ничего нету я думаю вот сегодняшняя последняя новость она может быть не самая крупная американцы расширили санкции против россии в отношении больше там чеченцев но это символический шаг который вот вчера помпео был сегодня они уже расширили санкции показав что у них есть чем влиять на поступки и политику этих ребят из кремля а ты думаешь что санкции как-то влияют на россию или это все-таки такой действительно символический вот будем так говорить я придерживаюсь того что санкции должны вводиться в отношении отдельных людей и не только этих людей но их семей включая и детей и родителей и так далее вот я думаю что только такие конкретные санкции в отношении политиков причем как высшего уровня политиков так и низшего не дать возможности чиновникам российским чиновникам любого уровня приезжать как в америку так и в европу я думаю что вот такие бы санкции да со стороны европейского союза со стороны америки они были бы более существенными чем допустим санкции которые ну такого непонятного свойства смотри санкции это же игра в долгую это не значит что сегодня значит вели и это видно что санкции влияют на российскую экономику очень влияют об этом просто команда путина политически не хотят говорить но это влияет потому что ну сегодня у россии один процент ввп в мировом значит в мире да и три с половиной практически у американцев санкции это ограничение это не хочу играть с тобой в одной песочнице раньше американцы давали россии и кредиты и давили на европу чтобы европа взаимодействовала с россией сегодня этого нет наоборот идет абсолютнейшее ограничение российский народ беднеет другой вопрос до какой степени они будут беднеть их это будет устраивать но санкции это очень я считаю это очень значит эффективный инструмент давления на российскую политику ну хорошо мы как бы это еще раз хочу напомнить тему нашей программы тема нашей программы отношения между США и Россией приезд майка помпео в москву его беседы главными руководителями политического эстаблишмента россии и нарышкиным который возглавляет внешнюю разведку россии и лавровым внешнеполитическое ведомство ну и естественно с президентом путиным наш телефон 847 4 2 4 2 0 5 2 2 0 смотри я хотел бы задать вопрос по другому а нужно ли россии дружить с америкой вопрос америки то что америка хочет ей звонок давайте говорите пожалуйста а добрый день добрый день она из нью-йорка слушайте ребята вы говорите о санкциях но извините меня санкции бьют по простым людям а этим кремлевским небожицинам по моему это все как-то до одного места вам так не кажется ну а может быть америка исходит из того что а если санкции ударят по простым людям может быть они как-нибудь захотят сменить эту власть в россии или они могут хотеть все что угодно и сколько угодно но они же ничего не сделают с другой стороны посмотрите на их демонстрации их бьют их таскают там я не знаю как дохлых собак в эти автозаки и все что они делают просто спокойно дают себя избивать ань но с другой стороны это же народ выбрал эту власть правильно слушайте но народ выбрал то что его подсунули вот и все ну это это что значит подсунули семьдесят восемь почти семьдесят восемь процентов сначала подсунули Ельцина потом подсунули Путина потом подсунули Медвежева опять Путина кто там что решает там решают на верхах все у кого есть деньги у кого есть власть ань ну тогда мы возвращаемся к вопросу а что такое русский народ да если немножко отвлечься даже от темы сегодняшней да если идти следом за вашей мыслью да что такое русский народ я вот кстати такой вопрос никогда не задаю боюсь многих как говорится ударит по ушам да но если им навязали они так спокойно как вы говорите я немножко другого мнения придерживаюсь спокойно это воспринимает что можно об этом об этом народе сказать послушайте это же не только власть я имею в виду не только Кремль это еще и Останкинская башня ну да я понимаю скажи человеку сто раз что он свинья на 101 он хрюкнет вот они и хрюкают да но дело в том что посмотрите на Украину да если уже возвращаться к русскому народу украинцы решили что им плохо жить и они убрали Януковича да им они посмотрели что им плохо и неуютно с Порошенко они избрали Зеленского неизвестно каким Зеленский будет президент на время покажет но у украинского народа есть мнение ответственность и с этим мнением власть должна считаться потому что есть получается что у русского народа который сначала которому сначала навязали значит Ельцина и потом значит Путина нету своего мнения что это такое я не хотел бы это слово это аморфное нечто раскиданное на огромные территории очень и очень неравномерно в отличии от Украины спасибо на Украине там все таки народ население по-моему как то так расселено более равномерно и более поэтому получается скучку как сказать собрано более не плотное но оно более единое что ли хорошо Ань спасибо большое спасибо есть звонок пока нету и все таки давай мы вернемся к тому что я задал вопрос а нужно ли России конечно конечно нужно конечно есть звонок а говорите пожалуйста да 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 это фон говорите а почему вы так решили что так плохо там я не понимаю там огромное количество большая простойка к которым совсем очень даже все подходит я вам скажу такую вещь я понял еще раз в начале в начале передачи я рекламировал да передачу Юрия Дудя вчера эта передача с таким автоблогером Демидычем да такой никнейм у человека он взял у него интервью для Юрия Дудя брать интервью 2 часа 5 минут это очень и очень большое интервью обычно у него интервью идут по час 15 час 10 вот я вам очень рекомендую послушать зайти на youtube канал и послушать этого человека который в свое время выражаясь современным языком очень топил за эту власть и послушайте что он будет говорить человек который прошел определенный путь и тогда мы в определенной передаче можем с вами поспорить пожалуйста у нас есть звонок нету вот российской власти это очень и очень нужно во первых для того чтобы она не чувствовала себя отгороженной от большой политики чтобы и чтобы она они она чувствовала себя неигнорируемой что они тоже играют вот в этой же песочнице где играют все остальные потому что за последнее время получается что с японцами договориться не удается и японцы стали в какой-то степени как говорится их игнорировать хорошо мы прервемся и возьмем звонок пожалуйста говорите добрый день здравствуйте 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 ну надо вспомнить наверное что Януковича убрал не народ а мы помогли убрать Януковича правильно бубликами там и всеми нашими которые ездили туда ну а почему хорошо я хочу сказать что как бы вы там примените Россия это не Ирак на колени его никто не поставит вы хоть там 25 санкций примените понимаете и если он в Соленград выжил так он и сейчас подавно выжил спасибо да пожалуйста по поводу Украины не надо думать об украинцах так плохо бублики шмублики вы знаете если в России предложить бублики шмублики да вот так вот прийти и предложить и бублики и много чего не надо думать о русском народе что он хуже украинского народа порвут на британский флаг понимаете не надо Россия думать не поставишь на ноги как поставишь. И в истории, если вы историю знаете, и как говорится, любите, почитайте историю. Были моменты, когда народ мог поставить, как говорится, на колени любую власть. Просто на сегодняшний день, как вот наша радиослушательница сказала из Нью-Йорка, это аморфное такое чудо. Да, значит, продолжим тему нашей передачи, о том, что, конечно, Путин очень стремится к тому, чтобы подружиться с Трампом. Ему очень хочется. У нас есть звонок. Давай мы примем. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Какая память говорится. Расти, что не поставить на колени. А что в 1991 году Советский Союз развалился на глазах, на наших, это никто уже не помнит, как будто бы этого ничего не было. Была страна огромная, которая развалилась прямо на за три дня. Но это ж не виновата Америка в этом. Потому что цены на нефть опустили. Сделали по 15-барочке. А когда сейчас 72 бары, сейчас все нормально все. Всему, как говорится, всему свое время, да? Какое время? Год остался. Трампу, в принципе, он только цены повышает почему-то. Зачем он это делает, непонятно. Любой его твиттер, его повышает цену на нефть. Ну, это, я вам скажу, цены повышаются, к великому сожалению, из-за ситуации с Ираном. Когда решится вопрос с Ираном, цены пойдут вниз. Так правильно. Иран же тоже получил цену на нефть. Иран не получает. Ничего не получает Иран. Он, может быть, контрабандой занимается, это другое дело. Но так как Америка вышла из этого соглашения... Если Россия и Китай торгуют с Ираном, как это можно, если выводить цену на Иран, то, что Китай может чем-то торговать с Ираном, это, поверьте, надо внимательно смотреть и читать, что там происходит. Говорить голословно даже я не могу. Спасибо. Значит, продолжим, пока звонков нет, да? Продолжим о том, что... Ну, Путину действительно очень хочется подружиться с Америкой, потому что это солидный игрок. Это, как говорится... Без Америки ни туда, ни сюда. Без Америки, да, ни туда, ни сюда. Америка решает сегодняшнюю политику мировую. Ну, и ему... Я думаю, что они друг другу симпатичны, все-таки, Трамп и Путин. Трампу нравится... С чисто человеческой точки зрения. Человеческой... Я вообще не думаю, что Трампу интересно человеческой. Ему нравятся, наверное, игроки, с которыми он мог бы, ну, рестлинг такой сделать, да? Переезжать как-то. Попробуем дальше. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Знаете, я звоню снова. Я вам отвечу на ваш вопрос. Да, пожалуйста. Никакие международные проблемы без России сейчас решить невозможно. Я очень положительно отношусь к Трампу. Ну, куда бы он ни сунулся, он ничего не решил. Вы мне назовите хоть одну проблему. Теперь, перестаньте, пожалуйста, рассказывать, как при новом России. Рост производства за апрель там был 2,2%. А у нас какой? 3,5%. Намного оторвало. Дэн, у меня к вам вопрос. Где вы? Если, раз, секундочку. Если там такой рост, значит, экономика, там просто все блещет, да? Не надо, она там ничего не блещет. Там все развивается как надо. Развивается как надо. Вы там были? Или вы читаете? Я вам скажу, где я был. Я был в марте в очень респектабельном резорте. Половина этого резорта представители России. Не Америки, никого. Хрен знает где. Кто-то летел 13 часов, кто-то 16, кто-то 18. Так там хреново, что полурезорта россиян. Вы по России судите по этим, кто был в резорте, да? Вы по России судите по вот этому, кто был в резорте? По ком судить, если половина резорта россиян? Окей, хорошо. Дэн, вы, как говорится, можете... Дин, 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 не называйте меня Дэном. Я никогда Дэном не был. Хорошо, Дин. Хорошо, Дин. Вы мне скажите, пожалуйста, если вы судите по тому, что там по этим людям, которые в резорте, да? А другие люди, которые... Вот я вчера слушал интервью с вот этим Демидычем, да? Который, кстати, вам рекомендую послушать, да? Который был в городе Рязани, да? И рассказывает о том, как там живут старики. Вот он сам это видел. Я не... Это не с моих слов. Которые выходят на улицу... Вы понимаете, Россия сама этого не скрывает. Там 19 милли... Из 148 миллионов населения, которые сегодня в России, 19 миллионов живет, как они говорят, за чертой бедности. Они этого не скрывают. Они пытаются что-то сделать нормальное. А сколько у нас этих людей? Расскажите мне, а? Вы когда-нибудь были на Саутсайде? Вы посмотрели, на что оно похоже? Был, был. А знаете, почему оно на что-то похоже? Это благодаря демократам, которые руководят городом. Не в этом дело. Дело в том, что вы никогда не цепляетесь за то, что у нас происходит. Постоянно вы рассказываете, как хреново в России. Есть свои проблемы, есть свои успехи у них. И очень даже много. Посмотрите, сколько только производства они открыли в апреле месяце этого года. Производства, да? Вы мне скажите... Да, а вам звонят какие-то специалисты из Мариуполя, из Нью-Йорка и несут всякую ерунду. Люди понятия не имеют, что происходит в стране. Знаете, нам надо скоро будет закругляться, я вам отвечу, да? По тому, что происходит в больницах, да, российских. Я бы очень хотел, Дин, чтобы вы попали в российскую больницу. Вот я мечтаю об этом, чтобы вы туда попали. Мой двоюродный брат поехал в Россию ставить импланты. Да, импланты поехали. Пускай он там сделает операцию. Этот, как он по-русски. Потому что... И все прекрасно. Заплатил денежки в два раза меньше, чем тут, приехал. И все это сделает. Так там хреново опять, ради бога. Из Нью-Йорка поехал, не зуброшу. Поехали, тоже поставьте импланты. Пускай он там операцию сделает, а потом пускай за вами ухаживают там. И я хочу посмотреть на это. Я приехал, он жив-здоровый, живет и бегает. Я же ваша родственника очень рад. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Во-первых, в первых слов хочу поблагодарить вас за блестящую передачу. И самое главное, за вашу потрясающую выдержку. В разговорах с этими, ну, вы просили быть корректным, человеками. Русскими человеками, если можно так выразить. Русскими людьми. Спасибо. Значит, мое мнение, вот мы, евреи, уехали с Россией, с Советского Союза. Все. Мы с ними уже больше никогда в своей истории жить не будем. И я бы не хотел, чтобы мы и здесь с ними контактировались. Вы их ни в чем не переубедите. Вы убедите, пусть Россия живет хорошо, как она может. Пусть она, не надо их вообще разбирать. Не Россию, а Россию. А стоит в нашей стране дружить с ними? Вот ответьте на вопрос. Как вы считаете? Я не хочу, посмотрите, мое мнение. Я с ними живу в Америке, я с ними не хочу ни дружить, ни вражать. Если они меня перейдут в дорогу, у меня есть возможность, как и чем ответить. Но вот эти, понимаете, эти бессмысленные споры. Вы очень умные люди, начитанные, грамотные. Но, опять же, пользуясь вашим предупреждением и корректности, вы ничего им не докажете. Все. Самое лучшее. Я лично был, когда Израиль восстановил депознашение с Россией, это для меня был траур. Траурный день. Почему? Потому что за счет восстановления этих вот там понаплодилось этих шпионов больше, чем было за всю историю Израиля. Все эти культурные центры и так далее, и так далее. Я их хочу видеть только вот в прицеле каком-то. И они меня пусть видят так же. Все. Это родина погромов. Когда толпы полувооруженных, да еще под покрытием солдат нападали на беззащитных мужчин, безоружных мужчин, женщин, детей и так далее по списку. Вот. Я не хочу, чтобы... Спасибо большое. Нам надо принять другой звонок. Спасибо. Спасибо. Есть звонки пока? Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Я хочу вам сказать, что мне, в общем-то, наплевать там, что в России. Но я считаю, что Россию лучше держать не врагом, а если держать врагом, это плохо для Америки. Это дорого, это бесполезно, и это только вредит Америке. Спасибо за ваше мнение. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу посоветовать вот тому человеку из России, который очень выступал о том, что в России все хорошо. Да, он не из России, он на щеках. Он-то сидит. Пусть купит билеты, летит в Россию. И там будет наслаждаться всем хорошим, что там есть. Спасибо. Вот мой совет. Спасибо. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже хочу посоветовать того человека, его брату, который поехал, сделал за половину цены зубы в России, пойти и сдать анализ на гепатит. Я уже сделала. А теперь здесь меня стоит сто штук. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. А говорите, пожалуйста. Алло. Да-да. Добрый день. Добрый день. Добрый. Я вот хотел бы подсоветовать тому человеку, который так за Россией выступает, приглядеться, нормально посмотреть. Я каждый год бываю в России, и однажды стою в магазине, я в крупный город приезжаю, миллионник, стою в магазине за булочкой хлеба, заходит в магазин женщина, пожилая, и говорит, как в музее, как в музее. И уговорила продавца продать ей одно яйцо. Одно яйцо я просто удивился. Хорошо, скажите, пожалуйста. Другой случай. Хлеб покупаю впереди меня за два человека, стоит женщина тоже, на весы высыпает мелочи, говорит, взвешите мне там какие-то печенья. И она говорит, бабушка, у вас не хватает даже на сто грамм. Я через два человека стою, я говорю, взвесь ей 300 грамм, я говорю, подойдет моя очередь, я рассчитаюсь. А по телефону недавно звонил одной женщине, поздравлял ее с днем рождения, там 70 лет, все. Я удивился, вначале она обрадовала, что я там позвонил, что помню, я уже 30 лет как уехал с России. Спасибо. Говорите. Добрый день. Говорите. Нету звонков, да? Нету. Все. Значит, у нас остается две минуты, поэтому если кто-то успеет дозвониться, мы сможем принять еще один, наверное, звонок, и то очень короткий. А если немножко резюмировать то, о чем мы сегодня говорили? Я считаю, что Америке абсолютно не нужно разговаривать с Россией, вести какой-то диалог. Америка должна просто игнорировать Россию, пускай Россия ищет выходы из тех положений, куда, кстати, она сама себя и загнала. Что бы я хотел сказать, я считаю, что все-таки, как бы там ни было, Америка должна наблюдать за тем, что в России происходит. Америка должна какие-то точечные переговоры все-таки вести, потому что я согласен с тем, что все-таки пока на сегодняшний день есть вопросы, которые с Россией нужно решать вместе. Это касается и Венесуэлы, и, естественно, Ирана. Вот. И, конечно, единственное, что еще хочу сказать, Дин, с возвращением вас, все советы, которые вам по телефону дали, вы можете принимать, можете не принимать, это ваше дело. Вот. А мы с вами прощаемся и желаем вам всем всего самого наилучшего. Берегите себя. Всего самого наилучшего. Берегите себя.